Ну что ж, дорогие друзья, едем дальше. Как уже было сказано, Аурель Игнат против Михаила Чалых. Аурель Игнат совершенно невероятный спортсмен. А невероятен он тем, что у него совершенно потрясающая антропометрия. Вес 85 килограммов, рост 1,95 метра. Ему 22 года всего лишь. Профессиональный рекорд. 9 побед и 1 поражение. Я этого спортсмена прекрасно помню по его поединкам на турнире K.O.K. King of Kings. И вот действительно он потрясающе пользуется своими природными данными. Длиннющими рычагами. Конечно, это колени в голову. Конечно, это удары с дальней дистанции. Очень хорошо координированный для своей антропометрии. 1,95 метра, 1,85 килограммов вес. Я вот, честно говоря, не припомню других таких спортсменов. Ну, чем-то по интернету, мы с ним похожи, конечно. Более легкий вес у меня был. Интересно посмотреть, кому пользуются этим. А Михаил Чалых, между прочим, известен тем, что побеждал не кого-нибудь, а самого Артема Левина. Правда, это было в далеком 2006 году. Профессиональный рекорд его 18 побед. 2 поражения, 6 побед, одержанные нокаутом. Тоже, кстати, немаленький для этого веса. 1,90 метра его рост. Боксировал он также с Артуром Кишенко, которого побеждал, но тоже, правда, в далеком уже 2006 году. И, кстати говоря, этот спортсмен боксировал нигде-нибудь, а на турнире Glory World Series. Правда, тогда его вояж получился неудачным. Ну, и мы видим, что Михаил Чалых выводит Андрей Сергеевич Гридин. Это легендарный белорусский тренер. Ну, и, конечно же, наш большой друг, соратник Абдулла Беделов. Андрей Сергеевич Гридин – это действительно легенда тренерского цеха, воспитавший целую плеяду чемпионов мира и Европы по тайскому боксу, по кикбоксингу, по профессиональному кикбоксингу. Такие годы ты называл, Ром, 2006 год? Я еще в то время даже в зал не пришел. Вот, Андрей Сергеевич Гридин уже выступал. Ну, ему 34 года, да, мы видим, что... Для этого веса еще нормально, в принципе. И средний вес уже, полутяж. Кстати, Аурели Гнат является также призером чемпионата мира по тайскому боксу. Бронзовым призером и в полуфинале проиграл он российскому спортсмену. Итак, давайте посмотрим. Очень интересное противостояние. И, кстати, я помню прекрасно его поединки на турнире Киуки, когда он боксировал в четверке. Он был самый молодой в этой четверке. И в итоге два боя выиграл, закончил их досрочно. А чем? Коленями, наверное, нет? И коленями в том числе, да. Не, ну разница в росте так визуально не такая большая. Да, но мы говорили о том, что у Миши Чалых у него рост метр девяносто, а у Аурели Игната метр девяносто пять. Ну вот опять же, совершенно потрясающие данные. Да, альтерпометрия. Между прочим, в одном из своих последних поединков Михаил Чалых победил тоже не кого-нибудь, а чемпиона мира по тайскому боксу бельгийца Филиппа Верлиндена. Так, смотрим. Аурели Игнат боксирует в белых перчатках. Михаил Чалых в черных. Очень активное начало попадает Аурель. Да, ножки подключает в такой уровень очень. Михаил больше на руках работает. Кик-боксерская манера такая больше. Попал, попал. Сейчас Игнат. Работает ногами по корпусу молдавский боец. Левой рукой зацепил соперника Михаил Чалых. Я думаю, у Скалец тут подходить поближе и больше работать с рук. То есть он дистанцию длинную, видно, избегает. Сразу пытается поджать соперник канатом поближе. Работать именно руками на средней. Значит, сильная сторона, у него не должно быть работать с рук. И вот опять, смотрите. Увасное колено было на самом деле. Вовремя очень. То, о чем мы вам и говорили. Что будет пытаться бить коленом в голову обязательно в роли Игната. Потому что он этим приемом хорошо владеет. Ну и понятно, что база тайского бокса дает о себе знать. Отпустил навстречу. Обменяли сейчас бойцы. Но Михаил Чалых, мне кажется, эпизод забрал. Потому что побольше он попал все-таки. Ну да, два раза так прям очень акцентировано. Ну, кстати, говоря вот об опыте, видно, что сразу не пытается лезть добивать. То есть понимает, что еще впереди три раунда. И не пытается вымахиваться. То есть профессиональная работа именно. Слышим мы указания, которые дает Андрей Сергеевич Гридин. О, попал. Зацепил соперника Чалых. Что дальше? Дальше. Трехцентерных попаданий в раунде у него. Работает ногами сейчас Ауроли Игната. Вот здесь хорошо оказался он прижатым канатом. Но тут же выбросил серию ударов. И несколькие из них зашли. Левый по печени. Руки на месте у Чалых. Да, такое ощущение, что их просто не замечает эти мидлкики. Так руки держат плотно, что не трясут они его даже. Такой интересный, интенсивный раунд. Было несколько попаданий прям четких у Михаила. Но раунд, мне кажется, нужно ему отдавать. Миша, Миша, очень зажатый спина. Спина не работает. Идешь прямо на удар без удара. Немножко, смотри, Миша, подбородок сюда. Согни здесь. И левый туда, говорит, левый попал, правый попал. Вот такая голова, он тебе начал попадать уже тоже. Я сказал об этом. Слушай, Миша, и где-то еще, миша, свободненько. Миша, смотри, раз левый, что мы говорили. Правый, длинный такой, понимаешь. И добавь-то лоу-кик один, хотя бы. Дай попить. Два шага назад не делай. Ты очень опасно, назад уходишь. Смотри, ты уходишь, чуть в сторону. Смотри, он атакует, сместись в сторону. Право, либо. А так ты идешь по прямой, он тебя начинает нагонять. Да, разгоняет особенно высокого спортсмена. Интересно послушать указания такого опытного тренера. Конечно. Там еще мы видели, Абдул Абедилов свою лепту внес. Да, тоже все по делу рассказывал. Да, действительно, с более высоким соперником чисто назад отходить нельзя. Да, разгоняешь длинные рычаги его. Смотрим дальше. Раунд под номером два. Первый получился достаточно ровным. И вроде бы казалось, что Михаил Чалых побольше точных ударов и жестких нанес. Но в конце раунда Ороли Гнат подсобрался и выровнял положение. Действительно складывается ощущение, что Михаил Чалых немного зажат. Ну, есть такое. На самом деле, может быть, такая просто манера работы у него. Достаточно высоко руки подняты, да. Это всегда плечи подзажимает. У меня тоже все ноги отмечали, что плечи чуть зажаты были. Хотя я просто стараюсь руки выше держать. Сейчас взорвался Ороли Гнат. Брейк, брейк. Стандарт. Файт. Колени почему-то очень пока не включает Ороли Гнат. Хотя уже, в принципе, пора бы на встречных курсах работать ими начать. Что меняли соперники? Там и у Михаила Чалых были попадания, и Ороли Гнат в том числе. Попал. Вот еще, да. Ну, Михаил правильно все сближается. Эксподрук пытается работать вот отсюда. Дрейк. Пропускает сейчас. Михаил Чалых стал подходить без ударов и тут же нарвался на встречные. И почувствовал этот момент Ороли Гнат. Почувствовал, что может забрать эпизод и развил свой успех. Идет вперед молдавский боец. Да, пятится назад Михаил Чалых. Не всегда отвечает на действия соперника. Вот здесь было неплохо. Но вот опять же не вложился в удар справа. Брейк. Стоп-бэк. Файт. Брейк. Стоп-бэк. Файт. 30 секунд. О, падает. Падает Михаил Чалых, пропустив удар слева. Левый боковой. И причем, да, вроде бы он был не сильный, но очень точный. И очень по месту. Просто очень вовремя. Да, получилось. Даже не знаю, насколько это был боковой такой. Полупрямой какой-то был удар. Конечно, очень неожиданно в раунду, считай, выигрывал он. Да, и не увидел этот удар. Да, мы знаем прекрасно, что человек падает не от действительно сильного удара, а от того удара, который он не увидел. И то же самое было и здесь. Посмотрите, какой обмен в концовке раунда. Решили парни подраться. О, хорош. Тоже классно было, да, вовремя очень. Эх, очень жалко. На самом деле, когда ты выигрываешь раунд, тактически все правильно выстраивал, и вот так на выходе получил последним ударом. Здесь бессер, да, вот опять не довел немножко, вот как будто скованной рукой наносил удар Михаил Чалых, вот не может руки отпустить пока. Такой, да, полу сбоку, полупрямой был снизу. Да, еще на одной ноге подловил соперника, здорово. И упал Михаил Чалых, к огромному сожалению. Ну, молодец, Аураль Игнат, да, вот здесь тоже было неплохо. Но время уже закончилось, к сожалению, раунды. Не получилось развести. Ну, что, первый получается, я думаю, остался за Михаилом раунд, а второй, конечно, с счетом 10-8 он проигрывает. Ну, сейчас надо лезть, надо лезть вперед. Да, это появится шанс на четвертый раунд, на экстра раунд. Ну, либо очень явно забирать этот. Ну, если без нокдаун, то это очень сложно. Редко когда дают 10-8, если тогда он не сделал. Так сход даже не вспомню, кому-то отдавали такие раунд. Честно говоря, я тоже вот не припомню, да, так-то будет здесь идея. Ну, ладно, давайте посмотрим. Михаил Чалах против Аурели Игната. Категория 85 килограммов. Попал Игнат. Еще раз застает. Ну, почему отходит чисто назад Михаил Чалах. Ой-ой-ой. Здесь достал здорово Михаил, и прям голова дернулась у Аурели Игната. Но обошлось пока без нокдауна. Лиха беда начала. Абсолютно открытый и бескомпромиссный поединок мы с вами видим. Да, здесь уже просто частейшая размена и на руках. Ну, кстати, Аурели Игната смотрится не хуже в этом размене. Хотя видно, что он более классический-то кутается. У него больше прямые удары, да. Ну, достает он ими. Ногой по туру еще зашло у Михаила. Отвечает Аурель. Здорово. Тоже попал. Идет вперед. Разбит нос у Михаила. Что будет дополнительно затруднять ему дыхание, безусловно. Хорошо провалил Михаил Чалах, но не смог контратаковать. Вот здесь зацепил соперника, но сам до этого получил удар ногой по туру еще. Вот, кстати, пошел назад, то, что ему говорили, не делать. И не нужно этого делать в третьем раунде, когда ты проиграл второй. Это очень большое впечатление на суде, конечно, оставляясь. Ты идешь назад. Да, причем мы видели, что Михаил Чалах хорошо может бить на отходе. Ну, вот здесь шанс в углу отработать. Не выпускать надо, добивать. Все правильно делает Аурель. Ему либо длинная дистанция нужна, либо в клич ходить и все. Не давать пространство Михаилу. Опять залезает. Слышим, как болеют за Ауреля. Да, 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 болеют, поддерживают. Такое ощущение, что приехала команда целая за нее поддержки. Пошла последняя минута поединка. И, конечно, нужно сейчас ему Аурель, к большому счету, нужно просто достоять до конца, чтобы выиграть. А вот здесь хорошо он выходил на левый удар через уклон, но вот не довел руку. Могли бы быть проблемы, потому что перчатка-то была уже в подбородке. Михаилу нужно, конечно, накручивать меньше этого клинча. Просто взрываться почаще с ручек, подлиннее серии. Ох, достал, достал. Молодец, прям между рук в разрез пробил Михаил Чалых. Туперкотом попробуй достать. Все-таки очень... Когда выше соперник, нужно это делать. Конечно. Очень хорошо у него через руки получается бить, боковые удары. Вот, вот опять достал правый снизу. Крепкий подбородок у Ауреля, скажу. Столько ударов он принял в этом раунде и смог достоять. Видно, что тяжело ему, но... Я думаю, что не будет экстра раунда. Михаилу нужно на это надеяться, рассчитывать, что дадут. Характер есть. Это самое главное. Нет, тактически все правильно делал. И вот опять же, нокдаун, пропущенный дар все решил. Итак, ждем судейского решения, но тоже оно, в общем-то, вполне себе очевидно и читаемо. Долго судя принимает решение. Наверное, обсуждает возможность экстра раунда. Ну вот как раз экстра раунд бы Михаилу Чалых точно не повредил здесь. Слушаем. Единогласное решение судей. Все-таки Ауралигнат. В тяжелейшем бою. Хороший бой, на самом деле, молодой парень, 22 года. Очень перспективный. Опытного соперника одолел. Да, на 12 лет младше, между прочим. И разница в боях у них тоже полощутимая. Я думаю, сейчас больше боев будет у него пока один. Больше у него будет боев пока один. Я думаю, что сможет он к этим правилам привыкнуть, как-то подредактировать свою технику. Потому что видно такая чистая тайская манера. Очень много прямых ударов с рук у него, да. Медлкиков. То есть нужно учиться работать на средней дистанции. Не клинчевать. Он эту дистанцию нивелирует клинчем.